Днепропетровскую область хотят переименовать. Общественники настаивают на новом названии Сечеславская. Историки поддерживают такое решение, а жителей больше беспокоят последствия, дополнительные бюрократические хлопоты. О всех тонкостях грядущего переименования в следующем материале. Сбор подписей за переименование области инициировала общественная организация и уже успела отправить соответствующую заявку на имя президента. По мнению активистов, имя Григория Петровского, одного из организаторов Голодомора, должно окончательно исчезнуть с карты страны. В дню Украинской национальной революции, в 2017-2021 годах, Украинская народная республика тоже планировала сделать территориальный подел Украины. И название Сеч должно быть закреплено за нашей землей. Сечеслав назывался неофицийно, Катеринаслав назывался Сечеславом. То есть это стягивность времени из прошлого до будущего. Историки объясняют, название области Сечеславская связано с казачеством. Именно на территории этого региона находились пять казацких сечей. Самая Сечеславская область позволит нам нашу область очень интересно поставить, показать с точки зрения туризма. Даже на территории нашего города есть та же самая Старая Самария, где сохранились restки старовинной фортеции. Местные жители к переименованию относятся по-разному. Но больше всего беспокоятся о последствиях. Ведь нужно будет переоформлять документы. Я понимаю, сколько нужно будет потратить на то, чтобы все это переименовать. И потом сколько труда людям все переделать, все заново. Теперь мне как-то безразлично. Я как жила в Невропетровской по старости, так и буду жить в ней. Мне кажется, что самое главное не так, как она будет называться, а так, чтобы людям было в этой области, жилось хорошо, комфортно. Последнее слово, как должна называться область, будет все же за ее жителями. В облсовете уже дали распоряжение назначить общественные слушания в городах и районах. И пока есть два варианта названия – Сечеславская и Днепровская. Но вариантов может быть и больше. К любому решению жителей областной совет готов. Мы все сделаем так, чтобы административно это не было никаких негативных наследов. Это не будет никакой проблемы. То, что это потребует много времени, это так. Действительно, есть какие-то изменения названия, материальные ресурсы, которые нужно использовать, чтобы выготовить новые таблички. Но это, на мой взгляд, очень маленькая плата за такую суттевую идеологическую измену. Чтобы петицию о переименовании области рассмотрел президент, нужно собрать 25 тысяч подписей. Пока идею поддержали лишь 4 тысячи. До конца голосования осталось меньше двух недель. Елена Миндалюк, Лина Зеленская, Евгений Каденцов. Подробности – телеканал «Интер» Днепр.